В Сирии на стороне оппозиции воюют около 3-4 сотен российских граждан. Такие цифры озвучил первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов. Отвечая на вопросы журналистов, сегодня он признал, вербовка наемников действительно существует. Замглавы Федеральной службы безопасности предупредил, они вернутся, и, естественно, это представляет большую опасность. Смирнов также отметил, что в гражданской войне в Сирии участвуют не только россияне, но и граждане других стран Шанхайской организации сотрудничества. Напомню, в ШОС также входят Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Отмечу, что еще в апреле официальный Дамаск сообщал, что на стороне повстанцев в Сирии воюют наемники из 29 стран мира. Значительная часть приходится на долю стран постсоветского пространства. Некоторые наблюдатели называют цифру в 10 тысяч человек. Аль-Каида устроила серию терактов в Йемене. Взрывы прогремели сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах и в одном военном гарнизоне в провинции Шавва. По меньшей мере, в двух случаях на небо взлетели заминированные автомобили. Жертвами атак стали несколько десятков человек, большинство из них военнослужащие и сотрудники сил безопасности. В Йемене базируется группировка Аль-Каида на Аравийском полуострове. Она считается одной из самых активных ячеек международной террористической сети. Международное агентство по атомной энергии отклонило резолюцию с осуждением Израиля. Против документа, направленного в Магатай арабскими странами, проголосовали представители 51 страны. За высказались 43 государства. Авторы резолюции возлагают на Израиль вину за отсутствие прогрессов в провозглашении Ближнего Востока регионам, свободным от ядерного оружия. Накануне этот вопрос прокомментировал президент России. Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин заявил, еврейское государство, не состоящее в ядерном клубе, должно избавиться от атомных бомб. По его словам, именно ядерный арсенал Израиля стал причиной появления у Сирии химического оружия. Согласно мнению экспертов, в настоящее время в распоряжении Иерусалима находится около 80 атомных зарядов. Власти Израиля никогда официально не признавали, но и не отрицали существование ядерного оружия в своих арсеналах. Между Вашингтоном и Каракасом разгорелся новый скандал. США отказались пропустить самолет венециальского президента Николаса Мадуро, направлявшийся в Китай с официальным визитом через воздушное пространство Штатов. Кроме того, американцы не пустили делегацию латиноамериканской страны на очередную сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Нина Шамуге следила за приключениями боливарианцев в облаках. Мадуро поставили шлагбаум в небе. Теперь в Поднебесную лидеру Венесуэлы придётся добираться обходными путями. США закрыли воздушное пространство над Порто-Рико для самолёта президента боливарианской республики. Из Каракаса посыпался шквал критики. Поступок Вашингтона назвали очередным оскорбительным выпадом США. «Мы получили от американских властей сообщение, что нашему самолёту не разрешается лететь в их воздушном пространстве. Мы осуждаем этот акт агрессии со стороны североамериканского империализма против боливарианской республики. Никто не вправе отказывать в предоставлении воздушного коридора самолёту президента, летящего с международным визитом. Для этого не было никаких оснований». Но оскорблённым оказался не только глава государства. Делегация из Венесуэлы, собирающаяся на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, была отказана в получении американских виз. И тут терпение лидера боливарианской республики лопнуло. И Мадуро пообещал в ответ на агрессию Вашингтона принять жёсткие меры дипломатического характера. Мол, мы в США не как туристы собирались. Воздушные приключения лидеров Латинской Америки не раз становились новостными поводами. Не удалось взмыть в небо не так давно и Эва Моралесу. В начале июня несколько европейских стран запретили самолёту президента Боливии, возвращающемуся из Москвы на родину, пролететь над их территориями. Политологи назвали ситуацию беспрецедентным случаем за всю историю международного права. Амадуро заявил о поддержке своего боливийского коллеги, объяснив нарушение иммунитета, которым обладает глава государств, имперской одержимостью. Сейчас плечо своему идейному брату подставил Моралес. Официально Сукры призвал все страны Латинской Америки и Карибского бассейна в знак протеста отказаться от участия в Генассамблее ООН и отозвать своих послов из США. В Белом доме события, разворачивающиеся на юге, пока никак не комментируют. Венесуэльские наблюдатели же в этих инцидентах разглядели мелкие уколы Вашингтона и нежелание нынешней администрации толком восстанавливать отношения с Каракасом. Дескать, Соединенные Штаты не успокоились после победы на выборах наследника дела Чавеса и продолжения курса на построение социализма 21 века. А это может означать только одно. Провокации будут продолжены. Подобные или более дерзкие. И на небе, и на земле. К этому наземному конфузу в США отношения не имеют. Хотя, кто его знает? Нина Шамуге, РТВА. Сейчас коротко о других важных международных новостях. Правительство Греции намерено ликвидировать право-радикальную партию «Золотая заря». Об этом заявил официальный представитель Кабинета министров Симосский Дико Блум. Объявить вне закона политическую силу, прошедшую в парламент, согласно греческой конституции, нельзя. Поэтому власти решили прекратить деятельность партии. «Золотая заря» оказалась под огнем критики из-за убийства молодого антифашиста, к гибели которого причастны неонацисты. Мосгорсуд отклонил иск оппозиционера Алексея Навального, требовавшего отменить результаты выборов мэра Москвы. Прокуратура сочла нарушения, на которые ссылался заявитель, неконкретизированными предположениями. Блогер намерен обжаловать решение суда. По итогам выборов Навальный набрал 27% голосов, а Сергей Собянин более 50%, чем обеспечил себе победу в первом же туре. Турецкий пианист и композитор Фазиль Сай повторно признан виновным в оскорблении религиозных ценностей и богохульстве. Музыкант осужден на 10 месяцев тюрьмы с пятилетней отсрочкой наказания. В начале апреля пианист в своем твиттере выступил с критикой ислама. Позже он заявил, что это были выдержки из поэм Амара Хаяма. Суд французского города Ним приговорил к штрафам и условным срокам мать и дядю ребенка, который пришел в детский сад в футболке с надписями «Джихад, родился 11 сентября» и «Я бомба». Женщина свои действия объяснила тем, что ее сына действительно зовут Джихад, и он действительно родился 11 сентября. Теперь родственники ребенка признаны виновными в поддержке терроризма. И это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий, а я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.